Добрый вечер, и мы с вами находимся в недельной главе Лех-Леха. Тора продолжает описывать нам процессы создания генотипов, или читает, духовных корней народов, процессов. В нашей главе Тора описывает создание генотипа еврея и процессов, которые будут происходить с нами во все времена, и рассказывает о формировании личности Авраама, а значит, формировании нашего духовного корня, которым, по сути, является Авраам. Важнейшая недельная глава. И если вы не включились в еженедельное изучение дельных глав, то это как раз удобный момент начать. Я подсмотрел этот урок у Грава Шлома Вильгельма, главного раввина Западной Украины и Житомира, и также он мне напомнил один известный анекдот, когда один необрезанный взрослый еврей страшно боится обрезания и спрашивает и своего обрезанного друга. «Когда тебе сделали обрезание?» «На восьмой день после рождения, — говорит друг, — и как было? Больно?» И тот, подшучивая над страхами друга, отвечает, «Еще как! Я целый год не мог ходить!» Итак, тема обрезания. Может, кому-то она покажется избитой, уже обсасанной со всех сторон, но на этой неделе она мне так оказалась очень близка. В конце нынешней недельной главы мы читаем, как обрезался наш спратец Авраам. И сказано, когда Аврааму было 90 лет, Бог явился Аврааму и сказал, «Я Бог Шадай, ходи передо мной и будь цельным, и заключу я с тобой договор, и сделаю твое потомство очень многочисленным». Давая ему заповедь обрезания, Всевышний говорит, «Ходи передо мной и будь, или стань цельным». В свои 99 лет Авраам уже достиг высокого уровня духовности, пройдя через многие испытания, мы знаем. Однако, как видно, этого было недостаточно. Всевышний дает ему заповедь обрезания, чтобы он мог подняться на новый, несравнивый высокий уровень служения Всевышнему. Да, и тема цельности, она сама по себе самоценна. Ценность в шлемут еще означает совершенство. И так удаление кусочка плоти влияет на качество служения Богу и открывает нам путь к совершенству. Оставалось только выяснить, каким образом. Крайняя плоть, которую мы удаляем при обрезании на аврите, означает орла. Изучая смысл этого слова в других контекстах, можно прийти к выводу, что орла – это что-то, нечто, препятствующее нам чем-то владеть, чтобы использовать по назначению. Так, например, орлой называют плоды деревьев первые три года, когда нам запрещено пользоваться ими. И также понятие орла используют в отношении уст-маше, указывая на его костноязычие, то есть неспособность полноценно владеть органом речи. Следовательно, и крайняя плоть орла – это препятствие, которое нам нужно удалить, чтобы чем-то завладеть, чтобы пользоваться чем-то в полной мере, в полной цельности. О чем же идет речь? Человек состоит из двух составляющих – духовной и материальной. И взаимоотношения между ними уже тысячелетия занимают умы и философов. С точки зрения восточной философии человек должен быть настолько проникнут своим духовным началом, что даже тело его в какой-то мере перестало быть материальным. Пример тому индийские йоги, тибетские монахи, которые стремятся привести свое тело к состоянию, когда оно ничего не ощущает и ни в чем не нуждается. И для этого у них целый есть набор инструментов, разные формы медитации. С другой стороны, древние греки превозносили именно тело. Они прославляли физическую красоту и гармонию, развивали у себя спорт, искусство, как считали важным развивать силу тела и подчеркивать его великолепие. И мы помним эти, как они придумали Олимпиаду. Что касается евреев, то и в иудаизме, несомненно, душа занимает центральное место. Но в отличие от восточных философий, мы не стремимся заставить тело перестать полноценно функционировать. Для нас важно, чтобы оно было подчинено душе и было проводником наших духовных устремлений. Еврею заповедано жениться, иметь детей, он обязан вкусно и сытно кушать по субботам и праздникам. То есть тело должно полноценно функционировать, но только для того, чтобы исполнить желание Творца. Откуда мы берем силу превратить свое тело в орудие святости? Из заповеди обрезания. Превращая часть тела, с которой связаны самые низкие телесные вожделения в предмет союза со Всевышним, мы удаляем орлу духовное препятствие, которое мешает душе властвовать над телом и как бы открываем один из основных каналов души, тем самым позволяем душе усилить свое влияние на тело. Поэтому, давая заповедь обрезания, Всевышний говорит, сталь цельным. Ведь настоящая цельность – это служение Богу не только душой, но и телом, в полноте, в цельности. И это в какой-то мере совершенство. А в целом, устраняя посредством обрезания крайней плоти препятствия в духовных мирах между нами и Всевышним, мы открываем свой духовный канал для получения позитивной энергии от него, энергии космоса, если кому-то будет понятнее. И сами, того часто не замечая, становимся сильнее, умнее, талантливее и тому подобное, приобретая все то, что называется благо от высшего абсолютного добра. Именно поэтому Тора называет обрезание союз, брит. И тем, кто уже сделал обрезание, тому, понимая его предназначение, нужно стремиться полноценнее осуществлять служение Всевышнему. И от разговоров, что Бог у меня в сердце, или там, понимая, в душе, переходят к служению телом, физически выполняя заповеди. Но тот, кто еще не вступил в этот союз с Богом, нужно поторопиться, открыть этот главный канал получения благ от Всевышнего. Браха всем нам и от слоха, благословения и успеха, силы выносливости. И остаемся и дальше в поисках смысла.